Всем привет, друзья! Мир вашему дому и чистейшего неба над головой! Сегодня у нас суббота! Сегодня затеяла я, друзья, грандиозную работу. Занялась посевом перцев и цветов. Бархатцы у меня будут сегодня и астры. Между этим делом буду тоже делать кое-что. Готовить фасолевый салат. Погода меняется в день несколько раз. Насчет суда. Вы видели, сколько людей было? Почти полгорода. Обманутых очень много. Дело, видите, два года длилось. Два года. Бедная судья, чтобы уже всех опрашивать, Я больше, говорю, на суд не приду. Вот сейчас, если, говорю, посадите ее, сажайте. Я, говорю, больше ходить не буду. Я сказала, говорю, я ее не знаю. Первый раз ее вижу и все. И больше, говорю, я не приду на суд. Что хотите, то и делайте. Это целый день в очереди простоять, пока приходишь туда, на первый этаж. Потом с первого этажа на третий этаж. Там тебя регистрируют. Потом выжидаешь очередь. Мне это надо. Так же? И так два года ходили, как каждый день ходили ФСБшники. Понимаете? Напрашивали, то не те бумаги, то там надо расписаться, то тут надо расписаться. В общем, вот так вот. Всех по отдельности заводили и задавали вопросы. Расписываешься и до свидания. И все. Я сказала, до свидания, всего хорошего и больше меня не беспокойте. Я свой долг выполнила. Бабушку досмотрела. Все, что надо было, я сделала. А что мне вот это? Ей же кто-то с военкомата помогал. Так же? Она одна же не смогла бы это все сделать. А сидела одна. Там надо было сажать еще с военкомата, наверное. Те, которые помогали отмывать деньги. Вот так вот. Ну что, мои хорошие? В общем, вот такое дело было. Ну все, слава Богу. Понесут хорошее наказание. Срок дали ей. И выплачивать государству деньги. Вот так вот. С утра погода была хорошая. А вот уже к обеду дождь. Ну ничего. Будем заниматься делом. Значит, что сегодня у меня в программе. Вот эти мешки земли я набирала осенью. Вот так вот. Тут у меня сколько мешков. Это нам много хватит нам даже. Теперь я буду через вот такую вот алюминиевое сито просеиваю землю. Вот такая своя земля с перегноем. Вот тут ведерки. Видите, какая прям. Тут все есть. Все микроэлементы, которые нужны нам для посева семян. А вот тут эти уже отходы. Это опять на огород пойдет. Тут все. И зола, и перегной, и земля. Все. Сейчас я вот это просею, сколько мне надо. И пойдем сеять семена. Нагреваю гвоздь. Вот такими пассатижами. Гвоздь всегда бывает горячим. И вот так. Приблизительно делите пополам бутылку. Вот так. И делаете отверстие. Вот так оно сейчас, видите, не заходит. А когда горячая, она проскальзывала. Вот так. Эти дырочки нам нужны для кислорода, чтобы поступал к нашим растениям. Дальше. Отрезаем до половины, чтобы мы могли нашу бутылочку вот так наклонить. Засыпаем сюда землю. Вот так ставим. И постукиваем. Как бы утрамбовываем. Тут тепло в доме. И вот так, так тут. Это у меня горький перец. И вот так, друзья, посеваем. Сею, сею, посеваем. С Новым годом. Поздравляем. Все. Это у меня горький перец. Баранний рог. Вот такой, друзья. Вот такой. Все. Сверху будем сейчас посыпать землей. Конечно, это тяжелый труд. В селе, кто живет, прекрасно знает, что заниматься рассадой. Есть еще работы у нас, что вот так, не оторваться от дела. Но почему-то нет доверия. Люди стали обманывать. За деньги на все идут. Раньше помню. То, что купишь, принесешь домой. Посадишь, то и сходит. Сейчас в надежде приходит, что тебе продали, допустим, крупные помидоры. А там на помидорах, а там и на помидор они не похожи. Понимаете? Берешь бараний рог, а там совсем другое какое-то. Две-три штучки растет и все. Поэтому теперь каждый старается сам посеять и посадить. Все. Вот так подписываю. Число. Ну, месяц, конечно, все должны знать, что третьего. Но все равно подписываю. Семена пишу. Прошлого года собраны. Не в этом году. Все. Вот так закрываю. Сгибаю. Вот так наклоняем крышечку. И посыпаем ложечкой. У меня это ложка. Я ее пользую уже сколько лет. Все. Вот так. Сейчас мы все вот это приготовим. А потом будем поливать. Все вместе. Вот так. Все. И крышечкой накрыл. И оно находится в парнике. Ты создал парник. Все. Когда они уже подрастут, у них в этих отверстиях будет попадать им воздух. Корки перец посеяли. Теперь будем сеять болгарку. Вот у болгарки, когда будете покупать, выбирать должны быть 4 ножки. Видите? Вот с этого перца будет хороший урожай. Разрезаем. Вот так. И выбираем семена. Меня как учили, так и передаю вам. Ой, такой мясистый перец. Все. Уже подписала. Бумага приклеена там. Значит, купленный болгарский перец. Число. Тогда будем посевать. Сегодняшнее число. Третье. Ой, извините. Четвертое. И вот так сеем. Они уже... Семена крупненькие. Ну, как сказать. Они находились... Ну, влага же там все равно, да? В перцах. Ну, вот так вот. Вот так. Три бутылки. Ну, а что делать? Как не сеять свои семена? Ну, свою рассаду не делать? Когда в селе живешь и земли валом. В общем, вот так вот. Продолжаю. Вот эти три бутылки будут болгарским перцем. Перцы мы посеяли. Теперь будем сеять цветы. Это семена бархатца. Вот такие вот. Вот этой черной ножкой. Будем вот так черную ножку в землю. А вот этот усик белый сверху. Буду сеять. Бархатцы посеяла. Четыре ведерка сметанных. А еще там три. Будем сеять астры. Вот так подписываю на ведерках. Закручиваю на ручки ведра. Вот так. И все. Не потеряется, не упадет. Вот ногти. Видите, какие страшные. Надо еще заняться ногтями. Но это уже потом. Надо сперва закончить семенами. потом уже займемся красотой. Астры белые. Вот они белые. Астры белые. Астры теперь розовые. Я их вот этот цвет не убирала розовый. Думаю, чтоб не запутаться. Они многолеткие. Вот сейчас я их посею на постоянное место жительства, где они у нас будут расти. И все. И я их никуда потом не буду убирать. Все. Вот эти сейчас тоже посею. Одну уже ведерко посеяла. Прям вот так вот. В ведерочке. Вот они розовые. Что, закрыла дочь окно? Закрывай. Все. Вот так. Вот так. Розовые. Я их вот так вот в коробочку сушила. И тут у нас фиолетовые. Не, это фиолетовые? Правильно, фиолетовые. Что же я? И целый день с этой рассадой. То есть семенами. Вот так. Все. Сейчас их посею. Вот тут сейчас. Вот так. И фиолетовые. Вот это моя работа сегодняшняя. Сейчас буду посыпать сверху землей. И поливать. И все отправим на подоконник. Бучу. Бучу. Он с ней сидит. Бучу. Мальчик такой. Хорошенький. Тебе что, цветы? на запах пришел понюхал вот эти семена добычу ты понюхал теме на мой мальчик такой хороший мальчик ульты мы как за партой сидит до сладенький такой дашь погладить тебя можно погладить можно не хочет с характером если не разрешает не надо трогать можно будет можно тебя погладить можно свалился вот так вот а это вообще пушинка вся из шерсти вы чё такие шуганутые вы чё вот забыли меня не представляешь оп вот поднялся опять а ну еще раз где ты мальчик где-то такой мальчик ку-ку можно можно поглажу тебя можно можно не хочет представляешь вот и все отвыкли не доверяешь еще будь у тебя мои глазки будет такой мальчик колось ой-ой-ой ах трогает меня сам пожалуйста а сам привет привет вот так привет нюхаешь землей пахнут руки до семенами ну ладно и вас показала и свою работу все посыпала я земелькой и теперь будем поливать мой что творится тут теперь еще надо убираться потом ну видишь сегодня такая погода что думала на улице буду заниматься и получилось ну в общем все вот так поливаю друзья вот сегодня полдня вот на все вот это ушло полдня вроде бы смотришь господи что тут это все сделать а нет знаешь только времени надо за фасоль отварили посолили теперь будем перчить душистый черный перец много не надо так зелень кинза замороженная у меня свежей нету значит и не буду добавлять вот пол головки лука больше не хотим сегодня вот так сюда можно насыпать гранатовые зерна целиком но сегодня я буду выдавливать сок значит как будем давить просто так чеснока давилка или как чеснока давка в общем не знаю как все перепуталась так насыпаем сюда и как чеснок давим вот так смотрите вот так прям обалденный сок выходит проверяем все там черно все выдавились это у нас получается бальзамический уксус ой красота так все видите сейчас мы ее уберем не хочется забивать кишечнике желудок косточками у нас уже не тот возраст молодости до только так ели с косточками граната уже нет теперь надо все делать чтобы было легко переносить или что легко переносилась пища понятно теперь наливаем сюда две чайные ложки выходит масло оливкового вот так все больше не надо друзья сейчас попробую и скажу надо еще добавить лучок можно добавить ой красота запах какой пошел ох ох ты красота просто сейчас попробуем себе чуточек на тарелочку будем пробовать ну я гранат еще выдавлю что тут а пол граната она запах вот Фасоль в гранатовом соке Это бомба Это пушка Это что-то с чем-то Все вот легко и просто С чеснокодавилкой Выдавливаем сок Я не стала сейчас доставать Соковыжималку В общем вот так Пробуйте, готовьте Салат из фасоли В гранатовом соку Готовьте по этому рецепту И радуйте себя и своих близких Ну что, мои хорошие Готовьте Радуйте Своих родных и близких На этом хочу Попрощаться с вами Пишите комментарии Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Если вам понравилось видео И всем пока-пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok